Девушки отдыхают Словно гномики копаются в сложных вопросах, дабы добыть из них правильные ответы, чтобы потом на наш главный приз сводить куда-нибудь какую-нибудь белоснежку Нормально! 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 Да, а главный приз сегодня составит не пять косарей, как и раньше Опа! Да! Мы поняли, что настало время, когда мы можем учитывать инфляцию, поэтому приз сегодня составит пять с половиной косарей! Пять тысячсот! Пожалуйста, вот они! Блин! Комфорт плюс! Мы растем! Мы растем, как шоу! Да, чувак! Бетехатка, блядь! Ну что ж, давайте поздороваемся с соискателями этих денег! Саша Малой! Саша никогда не говорит гоп, пока не перепрыгнет Правда, как только перепрыгнет, только гоп и говорит Рустам Рептилоид! Рустам уже выиграл в нашем шоу, правда, в тот раз в супер игре он проиграл весь выигрыш Тогда Рустам был в ЧПД и мог себе это позволить Посмотрим, как Рустама мотивирует голод Хоть бы, хоть бы! Да, да! Паша Дедищев! Паша! Паша разноплановый комик Недавно Паша принял участие в шоу «Игра» Правда, видимо, Паша не понял, что там за правила, поэтому играл в прятки Да, ну и Дима Коваль Какая красотка! Вот это красавица! Да, Дима, украшение нашего шоу У него не только красивая внешность, но и прекрасные шутки Так, ну что ж Перед тем, как мы начнем, я напомню правила, я буду задать вопросы Вы будете отвечать на них За правильные и аргументированные баллы будете получать За неправильные и отвратительные я баллы буду собирать Собственно, это все правила Ну, а перед тем, как мы начнем, я раздам вам всем звукоиздающие устройства С помощью которых мы, собственно, и будем определять, кто из вас будет отвечать первым Итак, Дим, тебе, как красивому парню, красивая мелодика Пожалуйста, пожалуйста, Дима Коваль Спасибо, Костян Так Надо в рот брать целиком Так, Пашка, Пашка Пашка, тебе Тебе монок на утку Монок на утку, пожалуйста, Паша, иди еще А куда дуть-то? Руст Тебе монок на ворону Монок на ворону Рустану рептилоиду На ворону А нахуя? Да, да Ворону моните У меня тоже есть монок на ворону Да, ну и, Саш Хлеб спи Сегодня я тебе подобрал достаточно простое устройство Это мухобойка Мухобойка, пожалуйста, пожалуйста, это тебе Это тебе Да, просто Я знаю, ты часто даешь не очень приятные ответы И я хотел бы, чтобы перед этими ответами тебе хотя бы били по губам Так, ну что ж, давайте закрепим звуки Дим, будь добр Вот, 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 пожалуйста Дима Коваль Дима Коваль Пашка Павел Дедищев С другой стороны Никогда не охотился О, пожалуйста, пожалуйста Добрый вечер Рустам рептилоид Опять же с другой стороны Это на ворону? Это на ворону То есть ворону? Да Ну и Саша Малой Супер Можно, пожалуйста? Да Я с прошлого С прошлой передачи Вот у меня такой был Да Решил вернуть Давай, пожалуйста Да О, супер Да А у тебя теперь новый У тебя теперь новый А этот Уходит в наш музей Музей дудочек Вот это что? Так, ну, ребят, давайте Надудитесь, надудитесь Все, кто надудили Где-то, где-то, что-то чувак Насилует разных птиц Да, я сильно не могу Что ж, можем начинать Первый вопрос Поехали Итак, первый вопрос Первый вопрос про похмелье Давно ли кто-то из вас испытывал похмелье? В данную минуту В данную минуту, пожалуйста Давнее, конечно Значит, ты фаворит в этом вопросе Итак, внимание Вопрос В городе Загреб В Хорватии Есть музей Посвященный похмелью Что за экспонаты Там представлены? Это вопрос? Ты интонацию слышал? Вопросительную Что за экспонаты? Да, экспонаты, конечно Экспонаты Надо несколько назвать И все правильно? Так Рустам? Ну я начну, пожалуй Ну, доширак говяжий точно есть Это экспонат? Похмельный экспонат? Конечно Конечно Доширак Ну, хорошо Я просто забыл пояснить Он ламинированный Это же экспонат Все же Ламинированный доширак Ну, подожди Ты просто не так меня понял Сразу Дело в том, что, да Ламинированный Ламинированный доширак Что ж, минус балл Рустам Да Саша Я считаю, во-первых Первый же экспонат Это вонь Которая стоит по всему музею Именно похмельный Вот этот запах перегара Везде Ты ходишь И везде прям воняет Мочой, перегаром Потными мужиками Это не минус балл Недавней мастурбацией пахнет Ну, сейчас точно не минус балл Экспонат Вонь Это часть антуража общего Вонь Ну, что ж, Саш За вонь Минус балл тебе Да почему? Паш Но Ельцин там стоит Как символ Ельцин Это экспонат Экспонат Его из мадам тюсо украли Туда поставили Экспонат по хмелью Либо еще ванна заблеванная Заламинированная А на ней сидит вот так ельцин Ага Ну, я думаю, ответ все-таки натянул на плюс балл Достаточно аргументирован Паша плюс балл Натянули Натянули Дима, да? Я думаю, там семья, которая бросила пьющего человека Ты приходишь туда, и чтобы почувствовать всю боль похмелья Ну, там мать стоит расстроенная, заплаканная Говорит, вот твоя распечатка по карте, долбоеб Смотри, сколько денег потратил вчера Ребенок растет без тебя В музее В музее Такой экспонат, но это новый вид музеев Иммерсивный музей То есть музей Аттракцион Музей аттракцион Я это уже имел в виду Когда говорил про войн Про войн ты имел в виду аттракцион Нет, ну я не знаю, что это часть атмосферы аттракциональной Ну что ж, Диме, что? Как? Плюс балл, минус балл? Минус балл Все верно, все верно Минус балл Конечно, минус балл Да, Саш, да Я вообще предполагаю вот как Я предполагаю, что там множество экспонатов, которые корчатся от боли То есть статуи вот такие Вот такие Вот такие статуи Статуи Или вот такие обезьяны вот эти, которые вот так, Сильтона вот так Одна вот так Да Потому что болит вся хуйня, когда ты из похмелья Ты не можешь видеть Потому что свет бликует Ты не можешь слышать Потому что тебе плохо слышать Плохо слышать И люди приходят в этот музей Посмотреть на Эти статуи На эти статуи Ну а что еще, Костян, это музей! Что там еще? Так, ну что? Да, да, пожалуйста, Рустам Ну, а вертолет может там быть? Вертолет, настоящий Ну почему бы и нет? Ну, а вертолет всему похмелья Плюс балл, плюс балл Конечно, конечно Да Но это неправильно Давайте я вам подскажу Для этого надо очень сильно бухнуть Да, Дим? Там секс с некрасивым человеком Который ты не можешь закончить никогда Или с красивым Но это будет значить, что некрасивый это ты Да То есть в музее Секс Ну это же Европа Они там чуть-чуть То есть, да-да-да Ты заходишь, и тебя насилуют 20 гонцев Давайте поймем Правильно ли мы понимаем вообще, что такое музей? Смотрите, музей Это, как правило, статичная история Да? А, да Во-первых, это предметы Не люди Не люди Это предметы Предметы Да, Рустам Ну, уже хочется угадать Может, аспирины какие-то Таблетки Огурчики, помидорчики Ага Рассол Музей Капитал Шоу Плюс Идестр Тюбетейка Ну, кстати говоря В принципе, ну Музей Капитал Шоу Плюс Идестр Чем-то напоминает этот музей Это разные предметы Да Они чем-то объединены А! Обоссанные трусы Разные предметы Много разных обоссанных трусов Слава богу, ты пить бросил, Сань Да, Саш Минус балл тебе за это Да что ж ты, что ж, зверь такой Давайте я дам подсказку Которая приблизит вас максимально К правильному ответу Утром с похмелья Мы Кое-что находим Это все предметы, которые ты по пьяни спиздил Откуда Предметы, которые Вот если бы это был Музей Рустамова Похмелья Он бы был полностью из стульев Ты стульев пиздишь? Ну, было Зачем? Да заебись, посидеть Было три раза Где угодно можешь сесть Как ты стулью выносишь из заведений? Бывают заведения, в общем Которые Которые думают, что если они на веранде вот так стулья сложили То всем похуй на эти стулья Глупцы, блядь Мне вообще таки не похуй На этом можно сидеть сколько захочешь Реально, вы их либо занесите, либо уже дайте забрать Ну да, заноси, ебаный в рот Сложное время живет Все верно, все верно Это правильный ответ, Паша Это действительно так Действительно, в Хорватском музее похмелья представлены предметы, которые находят люди дома на утро после пьянки К каждому экспонату прилагается похмельная история Собственно говоря, вот у Рустама, например, есть И может он отдать свои стулья в этот музей Собственно говоря, два балла получает Паша Потрясающе Я должен был вытащить этот вопрос А мы двигаемся дальше Следующий вопрос Успел, блядь Саш, ты что такое напряженный сегодня? Еще более напряженный, чем обычно Что случилось, Саш? Да я ИП открыл, Костя Так это все из-за ИП? Да из-за этого ИП Я за ИП Так, Саш, пойдем-ка поговорим Иди сюда Пойдем поговорим Иди сюда Что такое с тобой происходит? Да блин, я открыл ИП, я уже устал, Костя Каждый раз, когда выводишь деньги с ИП на карту, надо использовать два разных приложения Каждый раз разная комиссия Я просто устал уже от этого Хочешь отдохнуть? Да Тогда попробуй Хайсбанк Это банк для расслабления Он первый додумался объединить ИП и карту физлица в одном приложении Что? Да, а еще он отменил комиссию за переводы до миллиона рублей на свою карту Да не может быть Да не может быть Может, Саша Блин, я тоже устал Ты давай держи штору, устал он Смотри, Саш, чтобы переключиться между картой и ИП, достаточно просто сделать свайп Что? Все денежки под рукой в одном приложении? Прикинь, СП на карту можно переводить вплоть до миллиона рублей в месяц без комиссии Ну мне столько не надо Это тебе на вырост Плюс ко всему, круглосуточная служба поддержки Налоги и взносы платятся автоматически Регулярная отчетность заполняется автоматически Автоматитички? Автоматически Автоматически Вот именно А знаешь, какую карту тебе при всем при этом дают? Какую-нибудь не премиальную? Нет, Саша, премиальную Что? Вот Вау! Вау! Хо! Хо! Кэшбэк до 2% на все покупки А это значит, что до 15 тысяч рублей в месяц Хайс возвращает на карту Бонусы и скидки до 50% на онлайн-сервисы, супермаркеты, заправки, книги и одежду И стоит это всего от 499 рублей в месяц Да как же такое получить? Переходи по ссылке в описании, регистрируйся И больше никогда не напрягайся вместе с Хайс-банком Фух, вроде полегчало Ну все, пойдем Ну что, блин? Ну что, Саш? Да, расслабило жестко Бля, я тоже напряжен, слушай Ну, извините Это уж вы давайте сами решайте Фух, ё-моё Ну что ж, следующий вопрос Внимание Следующий вопрос про детей Помните ли вы себя в детском саду? Блин, я в детском саду есть одно воспоминание, когда девчонка какая-то из более старшего детского сада Из школы, блядь? Да, наверное Я был маленький, совсем малютка Как сейчас? Да, еще меньше, малюточка прям И она меня брала И все время уносила от всех И укладывала меня спать А я не хотел спать То есть мы уже спали Был момент, когда к нам спали днем, но она прям играла со мной в дочке матери Она прям играла мать Она меня забирала от всех и укладывала спать Хотя я хотел играть Не для этого я задал этот вопрос, чтобы слышать такие длинные истории Она трогала меня ниже живота А я хотел играть А я просто хотел играть Так вот, помните ли вы, что такое тихий час? Да Вонючая, скотская тварь У меня есть история отсюда тоже Я как-то описывался Не-не-не Больше не надо Итак, вопрос именно про него В американских детских садах очень заботятся о безопасности детей Поэтому тихий час там отличается от российского В Америке детей укладывают так, чтобы они смогли быстрее спастись при пожаре В чем особенность их укладывания? Они на улице спят Ну, на свежем воздухе это полезно, во-первых А во-вторых, там ничего загореться не может Единственное, молния может ударить, но максимум в одного ребенка и все Ну, а там же холодно, они же там могут заболеть и умереть Ну, это на побережье Я думал, это про побережье, где всегда тепло Ну, или просто их немного теплее одевают и все нормально Спят на свежем воздухе, поэтому такие они здоровые, красивые Ну, аргументируемый ответ, плюс балл Да, Саша, да Мне кажется, у них в комнате, это в здании, в комнате, где они спят, маленькие дети В момент пожара выдвигается вот так вот пол, и их люльки становятся лодками Вокруг них надувается круг спасательный Отодвигается пол, и они падают в воду, вот так, в огромный бассейн с водой Это не наводнение, пожар Нет, это в случае пожара, включается сигнал тревоги, пол отодвигается, а под полом вода находится И они тонут? Нет, они падают, люльки, вы меня слышите, блядь? Люльки, как лодки Да, я понял, о чем ты, чувак Да, 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 братанский Да, да Да, я не падают и плавают, балансируют просто на воде, там, пока все вокруг горит Это каев Ты точно понял, Рустам? Нет? Тогда минус балл Потому что я ничего не понял Да вода, блядь, там вода подвигается А, Паша? Ну, поджигают комнату, и такая, марш спать А, ну, да и машину, да и машины пугают их, что-то, нет? Подождите Что-то делают, чтобы дети, если что, проснулись и съебались от пожара, правильно? Я правильно понял? А, минус балл Подожди, объясните Ну, на всякий случай, Костя, на всякий случай Паша правильно понял Итак, смотрите В американских садах детей так укладывают спать Каким-то образом Какая-то есть специфика Да подожди, послушай Да дай послушай Да дай послушай, конечно И это помогает, собственно, детям спастись от пожара Да-да-да Да-да, Саш Значит, во-первых Бля, какой вариант сейчас просто с ума сойдешь Смотри Значит, им в уши вонзают беруши Втыкают Но непростые Беруши С микро... С наушником внутри Просто наушники Блютуз Да Который работает через блютуз И они ничего, никакого звука не пропускают Поэтому они крепко спят Но если начнется пожар И тревога, которая играет в здании Будет транслироваться Прямиком им в уши Обычная тревога Чем хуже Хороший вопрос, Костя Но она хуже, она хуже Она хуже, я могу сказать почему Я могу сказать почему Мир Мир Да, я везде почему Потому что можно очень крепко спать и не услышать Да Фух, блядь, ну можно Да Ну что ж, минус балл, минус балл, Саша это неправильный ответ паша их к укладывать спать обгорелые няньки вот эти ужасные слова мы вас спасем если что я вот спала крепко выйдет а вы спите чутка а не то вот данных уклада такая дети вот так вот спят с открытыми глазами дети не спят получается как зайцы до кроватки оборудованы значит капсулами специальными которые момент пожара закрываются внизу блин я хотел а под ними механизм как катапульта открывается потолок выстреливают из этого дома куда ну собственно подальше от пожара ну достаточно аргументированно плюс балл неправильный ответ дима мне кажется у них есть какое-то специальное спальное белье которое не возгорает не загорается я не знаю наверняка американцы весь ребенок сгорел остались только он берет он он берет одеяло он берет одеяло и в этом одеяле может пробежать да и у них еще есть наверняка какие-то маленькие огнетушители у каждого под кроваткой чтобы они маленькие они ходили конечно не костюмы пожарных чтобы они надели вперед петь я давай спасать дети из детского сада но только маленькие пожары дима только маленькие возгорание версия для альтернативный ужас пожалуйста их они спят в фольге чтобы сразу запекались хотя бы вкусные детишки они спят в фольге и шпигованные чесноком я предупреждал да и с картошечкой да пиндосные американские дети сразу в бургеры и жрать на заправке ну что же за это надо обязательно дать минус балл скажет надо выпить нет 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 подсказать давай костян с детьми что-то делают их может да их мажут спасибо я тоже хотел рискну их смазываю каждый тихий час каждый тихий час чем смазывается хорошо просто для чего их смазывают скажи для чего их смазывают чтобы что смазывают чем-то антипригарным и фольгу правильно чтобы не прилипало кровати что потом этой сеточкой смазывают смазывают заливает кому-то водой и кипятят чтобы не слиплись какой ужас минус балл минус балл ужас ужас давайте я вам делают давайте еще подскажу из-за этого из-за этого детям спать не очень удобно пока смазывают подходят там ну быть может укладывают в какую-то позу эмбриона вот в такую позу ну типа дети как мы знаем когда они спят на спине и происходит пожар неожиданно они просыпаются так и он ну дезориентирован первое время а в позе эмбриона он проснулся и такой о и в топил нет 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 давайте я вам еще подскажу да что ж такое на детей перед сном что-то надевают дадим до свистки им вешают свистки чтобы если было сильное задымление можно было по свистку понять где ребенок находится и кресты вешают рядом со свистками кресты чтобы есть чего если это это если ситуация прям безысходная чтобы ты мог это в русских не стрека причаститься и в рай я украл эти фломастеры что там причащаться ударил кошку когда мы играли в дочке матери я был плохой матерью я там пёкнул на обеде давайте я вам еще раз сопоставим да то есть сделали что-то чтобы дети могли быстрее они спят обуты они спят в обуви это правильный ответ в американские детские садах во время тихого часа все дети спят в обуви таким образом для пожара дети быстрее и безопаснее смогут покинуть помещение два балла дима зарабатывает два балла они в домах в обуви ходят видели в особняк какой-то заходят привет хелен и в туфлях в туфлях запиздил пожар разуйся сука я тут пылесосил начинается пожар ты смотришь горящий горит детский сад и оттуда вбегают голые дети в конверсах или в найка в этих детских airmax а у нас ты получишь сразу под затыльной куда-то в обуви но когда детском саду в обуви до кровати убирала мыло блять стирала все засал засрал мне своей блять а интересно у них потом вечером воняют ноги когда их забирают просто интересно там не написано у вас господин виду лучше чтобы ноги были как бы вонючие чем сгоревшие ну бля глубоко так ну что дима заработал баллы а мы двигаемся дальше следующий вопрос итак внимание на экран на фотографии вы видите как человек несет другого в корзине таких людей можно было встретить на улицах стамбула в начале 20 века какую проблему таким образом решали в турции пьяница развозили это же пьяница домой вот визит его то есть когда ты кореша заказываешь такси только до дома его довезите для такси раньше не было вот чувак такой да довезу какую проблему решали синяков этих на улице алкашей такси то есть так ну типа а дима проблему бездомных может так решали что просто их уносили с центра города на окраина и все чтобы носили пока дом не появится вот как ты представляешь бомжа загнать в корзину скажем как ты представляешь что такое хитростью санек гориша твой новый дом блять он такой ну все смотрите паша был прав это действительно пьяница но какую проблему рыбак рыбака таким образом решали в турции он напивался пьяный жестко начинал барагозить его сажали и он орал из этой корзины хуйню а люди смотрели ну и козел но и мудак да ему только наутро ну короче люди видели как он себя пьянота этот ведет страшно или такие мы не будем пить чтобы так нас потом в корзине таскали не надо ну это правильный ответ действительно так действительно до 1960-х годов пьяных в стельку людей из бара загружали в такие корзины и разносили по домам носильщики выбирали самые людные улицы чтобы пьяниц увидели как можно больше людей и наутро им было стыдно собственно говоря таким образом в турции боролись с пьянством два балла два балла я бы посмотрел на такого типа я бы хотел чтобы меня так повозили да 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 при чем я еще пьяный такой пошло нахуй все да жаль что сейчас нет таких носильщиков потому что такси бывает такое дорогое легче расплатиться позором блин круто да да дешевле и до дома доберешься зато сейчас много других специалистов которых так просто найти на профи профи сервис поиска специалистов для решения ваших задач парикмахеры репетиторы видеомонтажеры фитнес тренеры дизайнеры в общем все те которые вам так часто нужны и вы думаете а где же мне их найти ищи их на профи вы сами можете установить ценовой диапазон который готовы потратить на эту услугу а реальные комментарии помогут вам выбрать подходящего специалиста если вы сами специалист или профессионал то вам тоже на профи но только если вы специалист и профессионал ссылка в описании а мы двигаемся дальше следующий вопрос следующий вопрос про стива джобса вот это внимание вопрос такой неизвестно какое отношение было у стива джобса к инвалидам но по словам друзей он часто получал от инвалидов гневные сообщения что такого делал стив джобс что возмущал инвалидов да саш значит мне кажется их бесило само сам логотип apple что потому что придумал они смотрели на это яблоко откусаны и говорили что это яблоко не полноценно так как и я то есть и фактически имеешь ввиду что это меня в этом я это я это откусанное яблоко так это же круто для кого круто для кого это стеб над инвалидами дадим я думаю из-за того что приложение шагомер в айфон ведь в какой-то момент вшили шагомер и люди некоторые без ног были и они просто ну передвигались с помощью своей коляски еще чего-то айфоном засчитывал это как шаги и люди которые не ходили в несколько лет на можно в возможность всю жизнь воспринимали это как издевку и просили как-то убрать это типа им не нравилось что они типа ходят ну прикинь чувак коляски сидит а ему приложение пишет классно побегал сегодня пошел ты нахуй стив джобс блять достаточно аргументируем ответ плюс балл плюс балл да это плюс балл да но это неправильный ответ может звонок сергея чувстве нет у него android у тебя что-то бесило скажи блин да он пока расскажет у нас пол передачу пройдет господи неожиданно прилетела ему бля сейчас вообще и так что же такого делал стив джобс что бесило инвалидов ну ты вопрос конечно лунную поход то такой вопрос просто сделать здесь что-то не придумай все нужно понять что обидного для инвалидов дело стив джобс то есть фактически все варианты будут состоять из неправильных но обидных вещей для инвалидов это кошмар ты не заставляешь думать такие ужасные вещи они они же могут быть аргументированы могут быть аргументированы но все что я думаю это кошмар например все что я думаю это кошмар это ужас то что бесит инвалидов так ну хоть что-то палки в колеса я и что тихого стив джобс бегал за него просто сувал палки в колеса мне такой вариант а можно уточнили прям какие-то отдельный инвалид бит инвалидов или все разные воли разом деле да может быть что изначально слоган айфона был что-то вроде настолько прост что поймет даже отсталый и никого не смутило в пау и ныне даже отстал даже без ноги даже без ноги бежит покупать инвалиды без ноги без руки стоит в очереди в очереди стояли все не пропускали вперед инвалидов каждый должен был отстоять очередь и полноценный и не полноценный такой стив сделай что-нибудь ну как за нихуя не сделаю это айфон стой вообще сидишь стив как достаточно аргументирован достаточно аргументирована плюс балл аргументированная версия так паша сука ну что я думаю на него обозлились люди которых не было рук из-за айпода touch ну типа touch потрогали ну такой как тебе потрогаю там же еще не было сири чтобы включить музыку просто не воспринимали это как издевку такой на такие названия тогда они могли как издевку воспринимать в принципе лыжные палки не 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 но тут видишь тут айпод так типа он прям он прям призывает потрогай понимаешь палки-палки от не палки-тач если бы ну были палки-тач я думаю они бы тоже обозлились на лыжник я думаю пейтинг и еще их раздражу почему со стивом джобсом может просто реально в главном офисе не было пандуса и у джобс выгода сделала так и за сири это если за серия стив джобс вшил люди слепые пользуются только через серии айфонами в основном наверное не знаю и просто серим горилла рада вас видеть только слепым она так говорила и всем остальным наговорила я слепому сказала блять рада это угар серии там может быть рада видеть может блин да да давайте я вам подскажу это не связано с его изобретениями да чё ты молчал но понакидывали пиздата конечно давайте я вам еще подскажу стив джобс ежедневно что-то отбирал инвалидов да я понял что компоненты айфона из которых он состоит внутренние возможно часть компонентов в инвалидных креслах находятся он подходил к скручивал и говорил мне надо на айфон пиздата что гостям только что скагарит с айфонами не связано минус балл ну что дать вам финальную подсказку жалобы клали под лобовое стекло автомобиля первый был дима вставал на инвалидные места парковочную да все верно ответ действительно спин джобс каждый день парковался на местах для инвалидов за это он получал большие трассы и гневные записки от самих инвалидов два балла дима зарабатывать да а мы двигаемся дальше следующий вопрос на очереди командный вопрос правила такие я знал вам вопрос вы посовещаетесь какое-то время и через какое-то время я сам назначу отвечающего если он отвечает правильно то приз сегодня составит не 5 500 а 6 500 и так внимание вопрос с возрастом у большинства мужчин появляется страх перестать быть сексуальным и привлекательным для женщин согласно опросу британских психологов основной страх мужчин связан с изменением в собственном теле какого изменения в теле больше всего боится большинство мужчин это команда перед все у меня крыша перестанет стоять пенис лысо пенис еще с пенисом мне кажется пенис становится больше в пять раз и мужчины из-за этого напрягая это начинает до учительных сексуальность и прям свою сексуальность такой я на самом деле вот этот вот страх небо не понимаю что мужчинам боится перестать быть сексуально в какой момент он был сексуально в этом ближок вы за такой я ебать нихуясь и ничуть сколько народу дрочат на меня сейчас прямо интересно облысение либо импотенция импотенция это ну не сексуальность вы я просто больше не ебут но не сексуально позвучил ты можешь быть с вистячим членом но пиздец сиськи как у женщин сиськи похоже на правду а в каком возрасте сиськи и жопины уши сиськи и жопины уши и кто-то блин жопа сиська уж сексуально так вот и чего боишься я боюсь отца в теле внедрена я проснусь увижу увижуность в себе отца ладно я вот сиськи женские лысости два варианта сиськи женские лысость да мне кажется или но я в основном тоже слышу что все боятся лысо да все волосы перешли это как будто очень просто пиздец не но я это хотя бы слышу но больше как будто бы и нет причин все остальное мужчине же ебать как сексуально слушай но не подождите лысый тоже нормально не да ну нормально нормально да но это единственный а кто еще назови сексуальных это горячий самец конечно самец джейсон стрэтт ну хуй знает руслан руслан белый но тут мимо у него сейчас как у тебя кстати гоша куценко антики кто-то похлопал души куча больше куценко нету не кстати сиськи женские поэтому нет этот господи этот режиссер ну да а этот занят а музыкант а президент а президент сиси до власть сиси седой но типа я стал седой такой нахер и кому кто даст гэндальф а может просто простату все боятся что волну то выпадет простату боятся куда-то и вылези из трусов блять а у тебя сексуальная простота молочная честно говоря я не в курсе но были люди кто находил ее достаточно привлекательный в этом плане урологи всякие проктологи ну что ж а закончили обсуждения и отвечает на этот вопрос рустам репилоид ё-моё и так рустам какого изменения в теле больше всего боится большинство мужчин ну я знаю слышал много раз что многие мужчины боятся облысеть ну боятся вот тот же руслан белый облысел сделал операцию ну боялся комплекс бибурюшвили облысел сам был геновен ну вот например да на вскидку приятели пишите в комментариях кого вы еще 2 наверно по популярности ответ был бы животик но со стороны девушек я часто слышу я люблю таких животиком да 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 ну бывало да 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 я таких даже знаю и так поэтому друзья если я отвечу облысение от коллектива никто не будет наверно про вообще давай ебать так рустам какое изменение в теле больше всего боится большинство мужчин выпадение простаты нет 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 так облысение облысение это ваш окончательный ответ теперь правильный ответ согласно исследованиям британских психологов мужчины больше всего боятся облысение да это правильный ответ этот страх сильнее страха импотенции потому что облысение заметно всем окружающим и может стать поводом для насмешек тысяча рублей у вас плюс и сейчас на кону на кону шесть с половиной косарей да что за жизнь надо выигрывать срочно на самом деле а ну что ж а мы двигаемся дальше следующий вопрос в 2010 году в швейцарии возросло количество венерических заболеваний у подростков после исследования выяснилось что подростки неохотно пользуются презервативами поэтому местный производитель сделал презервативы более привлекательными для подростков что именно они сделали они сделали его из попы то это не послушай послушай это помимо того что привлекательно для подростков это еще и дополнительная стимуляция женщины или мужчины из попы то из попы то но из попы то и симпл димпла смотря кому что нравится костян такое время это неправильный ответ но аргументированный плюс балл плюс балл но это неправильный ответ паша но я думал машине сделали типа член человека паука там халка блин круто какой у него много так член героев презерватив комиксов презерватив ну бля но вот человек паука такой красный синий вот для паша ты гениально охуеть нет не могу не могу за это пошли да там возможно презервативы делались небольшим наростом так сказать прибавлением так то есть ты нацепил бамбасом и у тебя он такой лоб и больше стал ну некий некое приложение подростки же любил приложение это вата да если грубо говоря условно так взять но ну достаточно аргументированная версия плюс балл плюс балл это неправильная версия на минуту задуматься у вас плюс балл так ли возможно они сделали светящиеся презервативы типа модно стильно молодежно можно дискотеку с собой взять привлекает внимание подростки все равно любят всякие светящиеся штуки там кроссовки да еще из презерватива идут цитаты из всяких разных боевиков пиздата ты трахаешься это и ты живешь и там фазы либо я люблю тебя джейкоб а где это швеция или швейцария это швейцарии швейцария да они добавили туда всякой хуйни в презерватив какой какой штопор швейцария сделали как нож только гондон шоколад добавить добавили туда сверло что пара значит пилу часы шоколад компас если вдруг перед сексом поработать придется немного если да перед сексом тоже немного по угрожать там сразу надежно парам и швейцарский презерватив ну достаточно аргументировал плюс балл плюс балл конечно спасибо это неправильный ответ да но они же швейцария славится часами своими так там презервативы были которые на которых можно настроить время такой на 20 минут и кончая работает как часы то есть через двадцать минут кончает муки позерватив а ты такой блин не до тебя такая что случилось такое мы презерватив уже кончил я поставил на 20 минут нет ты возможно кончаешь раньше так как ты подросток но презерватив продолжает работать правильно давайте вам подскажу презервативы сделали более удобными для подростков удобными они приделали к нему ручки у так хуя такой да у меня и так более изощренные плюс балл по сути это было кресло вот как я сижу только в нем вот от него так презерватив идет ну и вот она стоит и вот так сел вот так бац и и надел вот так пиздец удобно и каждый раз ты меняешь кресло вместе с презервативом ну да но надувное чувак я паша они сделали маленькие презервативы но написали на них xxxxl так и дайте мне xxxxl ему дают ну а там какой нужно а зачем мне сделали маленькие презервативы ну чтоб подростки покупали с маленькими членами на маленькие подростковые пенисы чтобы не стыдно было покупать он такой мне 48xl дайте я не могу не зачитать эту версию потому что действительно правильный ответ подростки в швейцарии не пользовались презервативами и за слишком большого размера поэтому местный производитель разработал специальные презервативы меньшего размера для мальчиков от 12 до 14 лет 2 балла зарабатывает это вот эти наперстки которые у нас есть просто напалечники напалечники они в 12 ебутся напалечники некоторым и в 21 подходят не расстраивайся брат смотри какой палец ты имеешь ввиду большой на ноге а после 21 еще растет член конечно член всю жизнь растет как личность тебя коронят и член отдельно рядом с тобой так ну что ж мы двигаемся дальше следующий вопрос на очереди рубрика вопрос от зрителя свой вопрос прислал нам евгений леонтьев из города уфа евгений леонтьев пожалуйста здорово леонтьев чувак здорово уфа леонтьев и так вопрос от евгения внимание коровы которых выращивают на фермах часто стрессуют чтобы коровы не стрессовали в подмосковных фермах применяют современные технологии фермеры используют гаджет который изначально изобретен для людей что это за гаджет и как он помогает коровам стрессовать да я думаю музыку просто включают там музыкальные центры которые раньше были для людей а коровы меломаны известны но слушай пас но я не знаю девушки вот индюшки любят классик рисуют им включают песню далеко на лугу упасется к и все и они кайфуют им спокойно что играть как приятная композиция животные же тоже музыку любит нет а почему нет потому нет но это минус балкость минус балду авто крыса блять ебаная увидел я как братанский я как бэтмен который видит несправедливость я не могу вас просто стоять стороне коровы и быки коровы ну коровы и быки я думаю тоже я думаю да я думаю все случилось давайте подскажу нет стрессуют коровы потому что как правило из-за что они живут в неволе мало двигаются мало гуляют на природе наслаждаются травкой да я понял в значит по периметру всего загона где они стоят ангара по периметру развешена зеленка экран 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 экраны экраны с пармаке с полями с полями открытыми лугами да и с другими коровами на экран так коровами которые мычат на коровьем типа все заебись здесь здесь бро и другие коровы и коровы чувствуете комфортнее за тонки ну вон же то есть если вдруг я могу в любом минуту идти туда в любой момент могу упереться головой берется башку стену в эту стену да да коровы как шоу тромана да 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 ну корова ведь упираясь в это понимаешь что это невозможно не понимает их это коровка стены забыла упирается такая блять это экран на как-то отходит отходит на пару метров назад такая поле нихуя себе потом подходит к это экран отходит азарка это же поле костяна это плюс балл это плюс балл костям плюс балл мне кажется да спасибо дима на самом деле все правильно это подметил а рустам ну просто чтобы избавиться от ответа хотя бы ну может беговая дорожка или нечто подобное какая-то платформа для типу беговой дорожки которая медленно так работает она идет такая заебись ходим травка вот она здесь она кушает вода она думает раньше я по полю просто ходила надо было к воде отдельно идти травка тут закончилась сюда пошел а тут ты идешь и всегда пополняется разъем не ну коровам нужно на беговые дорожки все верно это плюс балл неправильный ответ пополняется разъем это неправильно ответ каев рассказать подсказать вот так как это видела этот гаджет прикрепляют на корову я знаю да мне кажется я понял правильный ответ нихуя себя таким себя чувствую пизда там сейчас значит готов готов просто скажи что готов на коров надев я то есть вся та же ситуация только не экраны не экраны очки да на коров надевают 3d очки 3d очки с видом поля и других коров и поэтому коровы все время видят куда бы она посмотрела она видит других коров и поле других коров которые говорят но саш это правильный ответ действительно чтобы коровы меньше стрессовали на подмосковных фермах разработали vr-шлемы которых коровы путешествуют по зеленым лугам и полям не покидая стойла таким образом коровы меньше стрессует и дают больше молока два балла саша зарабатывает и осталось чуть-чуть а ну а евгений леонтьев получит от нас пять косарей за то что прислал свой вопрос чем мы его и поздравляем а если же вы тоже хотите получить пять косарей и поучаствовать в нашем шоу присылайте свои вопросы ссылка в описании ждем ваших вопросов ну а мы двигаемся дальше следующий вопрос следующий вопрос про римлян внимание в обычную погоду римляне носили тунику а что носили римляне когда наступали холода две туники блин блин я был мой вариант пять туник где-то ну да какой просто больше туник одевают и все больше туник это правильный ответ действительно так и есть плохую погоду римляне носили несколько туник а мы двигаемся дальше следующий вопрос следующий вопрос про эскалатор я-то знаю а вы молодожь не знаете что лестницы не всегда могли ездить так вот первый эскалатор лондонском метро запустили в 1911 году это не но если сейчас хорошие эскалаторы то в начале 20 века люди падали с них и боялись ими пользоваться поэтому сотрудники метро наняли специального человека который помог научить людей не бояться эскалатора что это за человек и в чем его функция дадим это просто бывший военный который прошел войну и он подходил и говорил но это по твоему страшно послушай что страшно страшно это когда жизнь выходит из глаз твоего друга которого ты больше никогда не увидишь страшно это вот это и показывает ампутированную ногу да вот это страшно и люди такие действительно так уж и страшно достаточно аргументированно плюс балл но это неправильный ответ да так мне кажется люди боялись ездить на эскалаторах вначале потому что эскалаторы были без поручней они были просто лестница которая двигалась мне не было на шахерец и люди просто стояли вот так а здесь обрыв и вот эти механизмы которые ты видел когда-нибудь метро да как выглядит они без когда снимают ступеньки вы видели когда ты нам выглядит как silent hill нахуй выглядит вот так это выглядит там внутри и значит что делал человек человек ехал вместе с тобой он помогал тебе наступить и держал тебя игрил всю поездку он подбадривал и говорил вот видишь смотри уже половину проехали а ты ссал так как боялся смотри все хорошо вот мы слезли смотри ну все и давай и так с каждым человеком но и было много просто группа людей которые остановился я наехал то есть кто-то спускался кто-то поднимал то есть только же сколько и пассажиров их было правильно блять костяк получается столько же ровно блин саш не могу же тебе минус балл дать опять ну конечно надо плюсы давать но придется минус балл что-то к сожалению неправильный ответ абсолютно не аргументированный да да рустам ну какого-то кавказца ставили он говорил эй нячку иди до сюда тот нет я боюсь нормально будет иди сюда так и и кавказец значит стоял говорил идите сюда но разве кавказец не вызывает больше страх чем эскалатор он внизу должен стоять и говорить эй иди сюда и ты такой да в пизду поеду на лестнице наверх что-то парень хочет а вы что боитесь нельзя сказать что прям боимся уважаем 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 ладно ладно именно за уважение плюс балл кавказку я вам скажу это не обычный человек черчилль для человека сигару сидел может человек в костюме эскалатора по которому двигаются еще более маленькие люди и он такой смотрите маленькие люди не боятся а вы ссыте это мой крайний вариант костюм саш давай-ка тебе плюс балл за это спасибо неправильный ответ спасибо гостям дима возможно это был человек без ног и он ездил на эскалаторе и говорил но это не это безопасно поверьте это не здесь со мной произошло это произошло в другом это на обычной лестнице вот она опасная это безопасно это правильный ответ это действительно так действительно чтобы убедить людей в безопасности эскалатора сотрудники метро наняли человека с одной ногой который проезжал на эскалаторе время от времени люди смотрели на него и переставали бояться два балла дима зарабатывает а мы двигаемся дальше следующий вопрос у нас остался последний вопрос последний вопрос саш перед последним вопросом я хочу тебя попросить по традиции прочитать предварительные результаты стоп это последний вопрос последний вопрос прочитаю臭ай саньек ситуация пыталась что мы имеем значит на последнем месте я у меня минус 3 минус 3 и это единственный минус без всех кто сидит так далее идет рустам у него плюс 3 так что является полной моей противоположностью и это факт мы как и double dragon так дальше значит у нас идет паша детищев у него 8 нихуя себе баллов 8 баллов 8 баллов но это придумал максимум да нет дальше идет ковалью 10 10 баллов 10 очков фактически достаточно нагнать просто не нужно дать то есть сколько дается за за последний вопрос дается у нас как обычно 4 балла за правильно и не надо не нужно дать 10 и правильно ответить 10 аргументированных ответов и правильный ну что потом правильно я выиграл на один балл все правильно а для того чтобы дать эти аргументированные версии нужно послушать вопрос давай вот и вопрос все внимание все супермаркеты пользуются хитростями чтобы мы с вами покупали как можно больше товаров так например в отделах с более дорогими товарами часто делают специальный пол как пол помогает супермаркетам получать больше прибыли да саш он он комфортнее как пол он во первых с подогревом он мягче ты стоишь и тебе приятно стоять на нем то есть ты заходишь на пол рядом с дорогими товарами и там даже знак знак из некоторых магазинах что можете встать босиком если чё здесь вообще не переживайте охуенные полы новые подогревом ты снимаешь обувь и снимаешь обувь выбираешь дорогущий товар да 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 либо так полный оборот липкий чтобы ты не мог уйти из этого отдела с товаром ты встала такой да ёб твою мать ну ладно постою пока выбираю что купить ну заш давай тебя за эти оба версии плюс балл дадим плюс балл и и и и и ты значит идешь идиот и и и и и ты значит идешь идиот и ты туда приходишь и такой ну раз уж я здесь оказался я ебал ее обратно вести в дешевые товары черт возьми это на плюс балл да и и и и и и и ты значит идешь и у тебя это тележка разъебывает все алкогольные напитки ну да и супермаркет ведь в плюсе ты же заплатил за это все а уж им все равно купил ты это или разъебал ну минус балл нет тут плюсов да паш может там зеркальный пол и дорогие отдел это единственное место где ты можешь посмотреть на себя в зеркало а когда смотришь на себя снизу вверх такой нихуя король жизни да возьму дорогую хуйню аргументированная версия плюс балл или там пол с эффектом памяти что когда ты вернулся он помнит твои ноги как они стоят и входишь прям в свои ступни буквально а еще это пол и ботинки сразу ты становишься и как бахилах то есть это пол от nike давай забудем этот момент я больше с между нами костюм про забудем это этого не было но не делать такой лиц пожалуйста костяну нет да не буду еще узнал минус балл господи ты все не выиграешь да да там скользящий может пол ты такой забегаешь туда типа куплю это ну а если упал те говорят от наших товаров не устоять господи и слоган придумал плюс балл неправильный ответ давайте вам подскажу благодаря полу человек дольше остается в дорогом отделе да да саш под полом находятся сильнейшие магниты которые тянут тебя вниз при условии есть железная область условия да у тебя всюду тебя много железного здесь если ты в гриндерсах на самом деле ну да нихуя не в ботинках нихуя жили и магниты саша ребят ну давайте я вам подскажу давай давай покупателю реально тяжело уехать из этого отдела дадим там ковролин просто вот этот зашитый чтобы тележка по нему же слабо хуже едет по ткани и это в дорогих ты приходишь когда в дорогой али ну я не знаю как называется эта штука ковролин другое покрытие но другое покрытие как ковер но не ковер но блять но ты понимаешь да подожди давай-ка просто пойму что ты хочешь сказать так и так дай-ка я скажу подожди подожди ты можем помочь ты все равно не выиграешь и так дим еще раз что там в дорогих отделах так есть покрытие специальное которое виде ковролина виде ковра и не знаю как чтобы в тележке отвалит от него чтобы тележка когда ты под блять ты под ткани есть едешь она встает медленнее едет и ты ковролин ну да не прямо ткань не говори ткань другое покрытие другое любое покрытие блин ковролин но знаете что я как будто бы и не могу не принять этот ответ потому что правильный ответ дорогих отделах часто выкладывают пол мелкой плиткой чтобы тележка больше дребезжала и медленнее ехала практически дольше оставался у дорогого отдела ну дима ты зарабатываешь 4 балла что я тебе могу сказать дима ты зарабатываешь 4 балла и как я понимаю дима выиграет в этой игре верно давайте поздравим дима выиграть в этой игре и зарабатывает феноменальные шесть с половиной косарей круто дим мы тебя все поздравляем с этим я знаю что для тебя это деньги многое значит это правда в отличие от остальных участников сегодняшнего шоу поэтому я действительно у тебя сейчас серьезно спрашиваю готов ли ты рискнуть вот этими баснословными деньгами чтобы попробовать выиграть в два раза больше денег на 13 косарей ахуеть либо проиграть не соглашайся и уйти домой ни с чем такими игра если не с цикл 13000 но это мне за квартиру заплатить за полгода поэтому я в деле дима в деле он идет и он претендует на главный приз 13 косарей вот они вот 13 косарей я дружить и так и так дим я напоминаю правила правила финального вопроса таки я задаю вопрос три варианта ответа тебе нужно собственно говоря угадать правильный угадаешь правильный бабки твои не угадываешь бабки мои все понятно понял и так внимание супер игра и супер вопрос вопрос про футбол блять блять в футболе ты можешь обратиться за подсказками я тоже ничего не вообще все футболе есть желтая и красная карточки 2016 году в италии в качестве эксперимента ввели зеленую карточку за что игрок на поле мог получить зеленую карточку а за джентльменское поведение на поле из дома б за порчу футбольного газона и в за симуляцию травмы на футбольном поле ты знаешь чувак да скажи мне кажется за симуляцию так ты знаешь ли те кажется подожди не за симуляцию еще желтую дают ну да я бы попросил напомнить еще что там а и б а за джентльменство и все три варианта костяги 4 три варианта всегда было ты все три варианта ты проснулся доброго привет доброе утро и так три варианта а за джентльменское поведение на поле б за порчу футбольного газона и в за симуляцию травмы за джентльменское поведение думаю за джентльменское ну газон испортить она что дает типа ничего просто прикол кассачек ну да нам это же просто прикол ну или если положите желтая есть и зеленая и 2 желтая те таких ху с ним еще одну желтую и только тогда уйдешь зеленый и красный ему дали такой стес светофор на приколе просто ну а газон футболе ведь газон по пизде идет все время более газон портится все время но это не порча газона газон портится из то что не по нему бегут игроки за порчу газона если ты бежал и в моменте это зеленую карточку или это хватит или вратарь отошел за ворота и подписал то я думаю за джентльменство газон то можно уебаться и нечаянно испортите же виноват а за симуляцию дают желтую зеленый цвет травы ах ты какой ну да я думаю гостям специально так сделала добавил газон немного да ученым пылять порчу газона все время всем показывает пока они бегают типа пацаны 22 сетей зеленой карты я подводят к испорченому газону футболис я такой это что кто это да свисток просто знаете среди игры секунду все сюда кроме тебя и постой там как вы думаете что испорчено испорчено теперь ты иди сюда нахуй иди сюда кто это сделал ну я в бутсах люди старались этот газон на утик карточку зеленую иди он такой чё мне с ней иди нахуй иди нахуй просто какая была козел и так дим костян я с друзьями посоветовался которые в футболе очень сильно разбираются мне кажется я не прав но другое не подходит сюда логично вариант симуляции дают желтую карточку газон портит все время поэтому остается только первый вариант ответа а джентльменство так дима твой ответ за джентльменство костя на джентльменское поведение на пол это твой окончательно да 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 передумывать ты не будешь да не буду это неправильный вариант он так он так всегда одену ну не место мне не нравится но уже поздно ну чтож вот 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 смотри внимание это триумф наступает ответ тревожный 2016 году в италии ввели зеленую карточку игроки могли получить ее за джентльменская дима дима коваль дима коваль дима это твои деньги давайте поздравим я тебя поздравляю спасибо станек спасибо я подсказал прекрасно дим да ну что ж мы тебя все поздравляем спасибо это твоя достаточно заслуженная давайте еще раз диму поздравим с этим относительно заслуженной победы я бы здесь еще поговорил ну дим что ж мы по традиции нашим победителям даем право сказать что-то своим соперникам или же зрителям нашим которые будут смотреть тебя в ютубе спасибо кости что позвал ребята было здорово с вами было классно давайте собираться так почаще в пятером ой ты ему давно не собирались вы хорошие люди господи что-то еще еще какой-нибудь клещей можешь сказать как ты бы сказал с вами было так приятно значит все мы хороши парни скажи как бы ты сказал пидор если бы выиграл ну давайте не обоссымся до завтра так бы ты сказал да нет охуительно санек давайте не обоссымся до завтра спасибо большое это был дима коваль сегодня он победил мы его поздравляем ну а вы смотрите нас дальше на этом все это был самый умный комик увидимся в будущем пока